В ответ на видео, в котором я поставила на место работницу храма, которая придралась к моему короткому и открытому сарафану, разные зрители разными словами задали отдельно тот же вопрос. Рассказываю реальные случаи и жизни. Пришла я в храм в этом сарафане, но еще платок был на голове. Молюсь, икону целую, кланяюсь, никому не мешаю. Подходит ко мне мадам, которая представилась помощником старости по соблюдению порядка в храме и предъявляет мне претензии, что у меня очень короткий сарафан, а я еще и слишком низко кланяюсь. А прямо за мной стоит молодой человек, для которого это ужасное искушение. Я ее спросила, это он вам так сказал? Она молчит. Подхожу уже тогда к нему. Приходить в короткой и открытой одежде – это неуважение к храму? Если бы меня пригласили на дипломатический прием к президенту, я бы оделась иначе? Отвечаю. Из факта уважения не следует, что это уважение должно проявляться так, как это мне кто-то пытается навязать, с выгодой для себя и с ущербом для меня. Например, я не должна из-за уважения с кем-то пить алкоголь, кому-то давать в долг денег или соглашаться с чем-то политическими убеждениями. Уважение надо заслужить. Например, я уважаю Иисуса Христа и в знак этого уважения не стесняюсь появляться на людях с крестом в декольте и выходить в интернет с иконой в кадре. Но я не уважаю тех, кто врет. Например, сначала говорит, что через Евхаристию нельзя заразиться инфекцией, даже если одной ложкой из одной чаши. А потом вдруг, как ни в чем не бывало, начинаются маски, одноразовые ложки и газлайтинг, что церковь никогда не говорила, что через Евхаристию нельзя заразиться. По поводу дипломатического приема все зависит от моего статуса на этом приеме. Находиться в зале с вип-персонами во время торжественного мероприятия – это сильно не то же самое, что стоять вдоль дороги, когда мимо приезжает кортеж с теми же вип-персонами. Поэтому, если я иду на какое-нибудь церковно-общественное мероприятие, например, на рождественские чтения в Кремлевский дворец, то я оденусь по православной моде, надену длинное закрытое платье, а если я иду в храм на обыкновенную воскресную литургию, то я и надену то, в чем хожу по улице, наденусь по погоде и по сезону, имею на это полное право. У меня, в принципе, много вещей, соответствующих православному дресс-коду. Но после пандемии я решила сменить стиль и стала одеваться, как светская женщина, а не подражать около церковной субкультуре, которая в моих глазах за время пандемии потеряла уважение и доверие, несмотря на то, что религиозные убеждения ничуть не поменялись. Я имею право так одеваться, потому что регулярно епископы ругают церковных работников с синдромом вахтера, которые придираются к якобы неправильно одетым людям. Платочка длинноюбочный дресс-код нигде официально не прописан. Это такая же фантазия, как и про то, что через Евхаристию нельзя заразиться инфекцией. И эта фантазия прекратится, как только светские чиновники, вроде Роспотребнадзора, велят это сделать церковникам. Пишите в комментариях, согласны ли вы со мной или нет, и почему. Пишите в комментариях. Продолжение следует...